Я всё ещё продолжаю разговаривать с вами о страхе. Тема понимания у нас пока подвешена. Она заявлена, но она нас пока ждёт. Может быть, мы сегодня даже до неё доберёмся. Может быть и нет. Я продолжаю о страхе. Мы с вами бесстрашно, так сказать, устремились к некоторым страхам. Итак, я вам приводила три таких примера странных, довольно-таки отличающиеся друг от друга. Напомню, это Евгений Шварц. Страх перед плохим концом. Довольно-таки нетипичный, в смысле не ходовой, не на слуху страх. Хотя на самом деле я считаю его типичным, повторюсь. То есть непривычные нам названия страха. Мы посмотрели в какое-то другое место, куда обычно люди не заглядывают, и они такого страха как бы не знают, его как бы нет. Но на самом деле он, конечно же, есть. Он есть. Потом фильм мы немножко разобрали после Земли или после нашей эры, где показана такая психологическая попытка преодоления страха. Довольно-таки типичная и в то же время всё-таки затрагивает нас, потому что фильм оказался правдив в моментах. Поэтому, несмотря на типичность сюжета, он затрагивает и заставляет задуматься вот этот фильм. Так что смотрите его, рекомендую. И разобрали страх Николая Васильевича Гоголя. Ну, всё основное я уже там сказала, то, что хотела, но я ещё раз сосредоточена самым главным. Я попытаюсь вам ещё раз так вот сконцентрировать ваше внимание, почему я вообще всё это делаю, привожу вот такие различные страхи. Самое главное, чтобы вы не становились заложниками, как говорится, формальной умности. То есть вот в экзистенциальном страхе речь идёт о ничто. И мы тыкаемся носом в эту тему ничто. И у Хайдеггера много написано о ничто. Но я повторюсь, что не ищите это ничто, как абсолютную, совершенную абстракцию. То есть как там абсолютную черноту или абсолютную там белизну, или ещё что-нибудь в этом духе. Вы не будете испытывать в таком случае никаких чувств, никаких настроений, и не будет у вас никаких экзистенциалов, противоречия. Нужно противоречия. Даже на самом последнем острие маленькой тоненькой иголочки, когда там осталось, как это говорится, я не знаю, что там, практически ничего не осталось, да, вот эта вот точка или маленькое что-то, будет вот такое противоречие. Только тогда вы сможете почувствовать нечто или пережить это настроение, это расположение, как называет его Хайдеггер, этот экзистенциальный ужас. Ну, вот, не знаю, какие примеры привести. Они будут несколько банально звучать, потому что я не особо специалист там в индийской философии, допустим. Но когда-то я читала, интересовалась как-то, так как любитель немного эту философию, как страстный любитель. Ну, вот, простейший пример, там, Рамакришна, он попадает в состояние экстаза, это называется нирвикальпасаматхи, то есть уже последний предел растворения в брахмане, атмана уже нет, индивидуальности нет, как бы, но даже здесь, то есть вот мы берем, как бы, растворение человека в бесконечном, да, а что такое наше ничто? Это и есть, в общем-то, растворение человека в бесконечном. Это бесконечное, которое все, оно, без твоей индивидуальности, оно есть и ничто, да, некому его воспринимать в каком-то роде. Так вот, даже в этом состоянии нирвикальпасаматхи, как его описывает Рамакришна, то есть не было уже ничего, какое-то бесконечное сознание, бесконечный океан, как он выражается, я покачиваюсь на волнах этого океана, и вот что такое я покачиваюсь, что такое я в этом случае, он говорит, какая-то тоненькая ниточка плывет по этим волнам, то есть вот какая-то маленькая, тоненькая волна его самого проходит в этом бесконечном океане, то есть какие-то вибрации все равно там остаются, и вот эти вот вибрации позволяют ощущать всю бесконечность этого вселенского океана сознания, Брахмана. Ну, как видим, есть тоненькая ниточка. Теперь, если мы возьмем мистиков, там, ну, я не знаю, не обязательно там, я не знаю, Блаватского, может быть, частично, но вот этот вот мистические эти фигуры, когда рисуют, мне сейчас не важно, что это за доктрины, тайная ли это доктрина Блаватска, или какие-то другие эзотерические учения, но вот рисуют вот мир, вот это то, что есть как круг, белый круг, а потом вот как начало мира точка, ставят точку в центре, вот точку поставили, это вот изображение круг и точка в центре. По-моему, это даже есть у Якова Биома, если я не ошибаюсь, там, в одной из работ он тоже так склонялся к этим мистическим вещам. Это всё я вам обговариваю для того, чтобы показать, что если вы читаете там какой-то текст философский, и речь идёт о ничто, вы можете, конечно, там, прекрасно рассуждать о том, что такое ничто, что это никакое ничто, когда никакого что нет и так далее, и тому подобное. Но как только вы попадёте в вот эту экстенциальную ситуацию, в данном случае страха, то вы сразу же обнаружите, что вообще-то будет среди всего этого ужаса ничто, что-то будет происходить только в том случае, когда появляется вот эта точка, черта, линия, волна, ниточка. Вот смотрите, например, у Гоголя, да, у Гоголя темнота, мрак, то есть какой-то провал, всё исчезло, то, что он описывает страх. И тут уже состояние достигло какой-то кульминационной точки нагнетания, уже как бы всё готово, но гроза ещё не разразилась. Это только как вот это вот предчувствие, вот происходит, 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 что-то нагнетается, собирается, но гроза ещё не разразилась. И вот вдруг тут в это вечное, в это бесконечное, в это тёмное, в это совершенно, абсолютно неопределённое врывается маятник, маятник часов. Вот, что значит вырывается. Он же и до этого отстукивал. Вы же понимаете, что это механические часы, да? Они же не прекратили биться от того, что маленький Некоша, там, как его называли, он впал в такое вот, понимаете, или состояние. Они продолжали себе идти, но это значит, что он их не слышал. Сначала они исчезли наряду со всеми, всеми окружающими предметами. Точно так же. И было только вот эта темнота, это ничего. Он ничего не слышал, как оглушённый. И вдруг в это вот, когда оно уже всё вот так сконцентрировалось, уплотнилось, схустилось, так что вот это такое давящее чувство, или не знаю какое. Мы вот сейчас прочитаем ещё один случай из жизни Гоголя. Вы сами попытаетесь определить, что это такое. И вдруг вырывается этот маятник. Это вот эта тонкая линия, это вот эта точка. И вдруг, ба-бах, тут тебе время. И Некоша говорит нам, этот маятник отстукивает время прямо в вечность. Потому что он теперь не воспринимается наряду со всеми остальными предметами быта, обихода, жизни, пусть даже фантазии, воображения, или художественной какой-то фантазии, или образов. Нет, это всё исчезло. Сначала мы прошли именно через ничто. Мы прошли через это ничто. И вдруг на фоне этого ничто вот это возникает точка. Вот в этом круге, мистическом, магическом круге, оп, точка. И вот начинает бить этот маятник. И вот тогда что-то происходит. Всё, вот полноценная ситуация. Этот маятник бьёт прямо в вечность. Он ощущает время как таковое. Тут экзистенциальный опыт ужаса, да, мы рассматриваем. Но вообще-то Хайдеггер тысячу раз прав, когда говорит, что за что бы вы ни взялись, за какой бы экзистенциал вы ни взялись, он сразу же потянет за собой все остальные. И всё быть её целиком. То есть тут, с одной стороны, мы имеем ужас, а с другой стороны, это опыт времени, опыт вечности какой-то, не только ужас. Бытие в, одно в другом. Мы разбирали это с вами. Оно всё вот так вот взаимопереплетено и обёрнуто друг другом. И вот тогда вот это целиком, целокупно можно назвать опытом, когда уже ворвалось нечто на фоне ничто. А дальше это уже действие. После вот это вот кошка, это персонификация, то есть сосредоточение, как это, отвод. Ну, можно сказать некоторым образом, громоотвод. То есть Никоша выбрал для себя громоотвод. Разразилась гроза. Он поставил громоотвод, и молния ударила громоотвод и ушла в землю. Никоша выбрал для себя козла отпущения. Вот эту кошку, в которой для него сосредоточилось всё вот это вот, его состояние страха и трепета. Киркегор вот эти состояния называл страхом и трепетом. Всё трясётся на нас, всё трусится. Вот это вот, потому что это за пределами человеческих возможностей всё происходит. И вот Никоша как бы инстинктивно сосредотачивает это всё на кошке, и потом эту кошку убивает, он хочет освободиться, он хочет выйти из этого состояния. Так? И он из него выходит, каким образом. Он убил эту кошку, он теперь может как-то... ну вот, он почти, опять же, на грани выхода из этого состояния, он в истерике, потому что у него вот эти все... Он вернулся к жизни, потому что у него жалость возникла к этой кошке, к самому себе. Он через всю эту ситуацию как бы себя ощущает. И вот идёт некоторая смесь этого глубинного бытийственного состояния и наших обыкновенных человеческих состояний. И тут вот на грани находится всё это человеческое, они взаимопроникают как бы друг друга. И вот в этот момент приходят родители, да, и застают такую картину. Ну, вы же понимаете, что никто этого не понимает. Вот мы дальше будем говорить о понимании. Ну, тут можно сказать, никто ничего не понимает. И все всё понимают. Вот с пониманием тут, конечно, аховая ситуация. Как бы все всё понимают, что Никоши плохо, Никоши истерика. И вот после рассказа типа тоже всё понятно. На самом деле никому ничего не понятно. В том числе даже самому Гоголю ничего не понятно. Но Гоголю всё-таки этот опыт присущ интимно. Поэтому, конечно, ему что-то понятно. И отец берёт его и порит. И вот эта порка, это окончательный, так сказать, уже выход опять в человеческое состояние. Потому что как бы освобождение от этого груза, что человеческое сюда привязано. А вы понимаете, что человеческое не может быть привязано напрямую к этому экзистенциальному. И поэтому, когда мы привязываем человеческое, мы попадаем в вот эту ужасную ситуацию. Это истерика, это ещё что-то. То есть, с одной стороны, потеря человеческого лица, с другой стороны, уже не это состояние экзистенциальное. Вот такой какой-то переход. Гоголь хочет выйти, Гоголь хочет освободиться, или Гоголь хочет как-то преодолеть, или что он хочет. Это же ещё мальчик, юноша, то есть, мало что понимает. Он действует интуитивно, стихийно. И вот, благодаря ещё и внешним вот такому отношению жестокой порки, которая совершенно как-то не имеет никакого ни морального, там, смысла, ни нравственного. Про это всё здесь можно забыть. На фоне любой, по-настоящему экзистенциальной ситуации, любого настоящего события, все эти вещи моментально обесцениваются. Моментально. Мы, кстати говоря, в такой ситуации сейчас же и находимся. Там, извините, что я делаю отскок, но не могу не сказать, нижше, тема нижше, обесценивание ценностей. Но почему они обесценивают ценностей? Потому что к нам идёт экзистенциальный опыт, его становится всё больше и больше. И в 20 веке этого экзистенциального опыта уже очень много. Его накопилась уже огромная масса в культуре. Потому что вот такие люди, не те, которые обыкновенные люди, у которых всё это стёрто, они не могут вычленить этого, они не могут пережить этот опыт. А вот такие люди, как Гоголь, вот такие люди, как Шварц, способны это описать, способны к этому отнестись. Но не только. В том числе и даже обыкновенный человек массово во время войны, во время каких-то других пограничных ситуаций, во время катаклизмов, он тоже всё равно насильственно переживает этот опыт. Он вынужден его переживать. И помните, мы читали там, зачитывали и Степуна по поводу настроения, да, ну, это вот он находился в бесстрашном состоянии, когда пули свистели мимо него, а он просто распевал какую-то песню. Вот это было уже, уже заранее состояние освобождённости от страха. То есть, мы переступили через страх и в каком-то другом настроении находимся вот в этой ситуации. Так вот, огромная масса этого экзистенциального опыта накопилась, и эта масса, она и сделала мораль все наши ценности, предыдущие накопленные классики, она их поставила под вопрос, она их подточила, как это, подорвала, вывернула наизнанку, наружу, стали трещать все эти ценности, просто даже под давлением, без всяких, так сказать, вопросов прямых. Даже у нас не так-то много уже и вопросов культура ставила к ценностям каким-то. Это всё происходит на уровне бытия, то есть, просто эта масса отодвигает эти ценности. И вот здесь в случае с Гоголем это хорошо видно, как вот эти все ценности отодвинуты, а порка, она просто вот элемент помощи, это его отец помог, оказал помощь, посильную помощь Гоголю, потому что, если бы он начал его как раз гладить по головке и успокаивать, это бы его не помогло. То есть, Гоголю вот не хватает каких-то жёстких, опосредованных вещей для того, чтобы выйти из собственных состояний. Он заложник этих состояний, является заложником этих состояний. Сейчас вы лучше поймёте, о чём я говорю, когда я приведу ещё некоторый пример другого страха. сравню. Это будет страх Якова Друзкина, но это тоже философ наш русский, к сожалению, малоизвестный, к очень большому сожалению. Но прежде, чем я туда отправлюсь, к Друзкину, я хочу ещё тут вот с Гоголем побыть, потому что вот и зачитаю вам ещё один его страх, вообще его состояние. Гоголь, он, как, наверное, и многие творцы, нашёл выход в художественном преобразовании. Почему мы имеем эти вечера на хуторе близ Диканьки, почему мы имеем этих вия, утопленниц и так далее. Потому что Гоголь вот эти состояния, которые он переживает, он их при помощи литературы преобразует, сбрасывает. Ну, сбрасывает, чтобы вы только не понимали, это так, как сбрасывает за борт просто ненужная вещь. Это не так. Вот этот опыт и то, что мы хотим от него избавиться, это, ну, естественно, как бы, и в то же время, в то же время, это очень значимо. Лучше всего там об этом Керке Егор скажет, что, ну, вообще-то, вот это, вот это мы и есть, но только страшно впасть в руки Бога живого, как в Библии, да, то есть, и страшно с самим собой познакомиться. поэтому тут все-все вот намешано и желание уйти от такого опыта и в то же время это и есть твой мир в каком-то смысле. Так, и вот, чтобы уже, значит, Гоголь, он в творчестве это пытался потом преобразовывать. И такие вещи, они, понятно, что творчество это уже какая-то сила у человека. И вот благодаря этой силе он пытается как бы продолжать это свое экзистенциальное бытие. Тут ведь избавление есть на самом деле еще и продолжение. Потому что вот когда что-то ушло, вот такой страх пришел, а потом он просто ушел. Мы думаем, что мы от него избавились. На самом деле вовсе нет. Вовсе нет. Это не настоящее избавление. Этот страх остался у нас. Следующая ситуация, следующий поворот дороги, по которым мы движемся. Этот страх вот он уже здесь, он снова тебе хватает за горло. Так что вот это избавиться, это не значит перестать переживать его. Тут скорее в философском смысле избавиться означает как раз войти в это состояние и продолжать в нем это же состояние. Странно звучит, правда ли, не правда ли, да? То есть вот как раз избавление происходит в том, что ты продолжаешь эти страхи. Ты их делаешь каким-то образом действительными, реальными, бытийными, как их и делал Гоголь в своих произведениях. Ты среди них живешь, движешься и этим образом, таким образом как-то овладеваешь своим собственным бытием. а если ты просто бежишь от своего страха, то это не есть свобода и не есть освобождение. Но это ведь уже будет зрелый Гоголь, уже каким-то образом зрелый. А сейчас мы имеем только мальчика и он беззащитен. Многие такие вот гении, таланты в молодые юные годы они трепещуще беззащитные оказывались перед вот этими первейшими их собственными состояниями бытия и событий. И у них как бы вот это вот в чистейшем виде оно как бы проглядывает. И я вам говорила о том, что Гоголь это типичнейший пример, типичнейший. Вот я вам сейчас зачитаю еще кое-что о Гоголе и вы увидите насколько это ну как я смеясь юмористически называю просто когда готовая иллюстрация к произведению Ходегера Бытие и Время или вообще ко всему творчеству Ходегера готовые иллюстрации ну давайте я зачитаю вы поймете о чем я значит это про Гоголя ну там описывается как он любил бродить в юности в совсем в малолетстве по степи там наблюдать что-то вот дальше ему чудилось что он слышит гул земли когда приникал он чутким ухом к ней в открытой степи где его никто не видел и где несмотря на пение птиц шелест травы было так тихо как в пустыне то ли стучали копыта каких-то сказочных некогда пронесшихся здесь коней то ли стучало его собственное сердце замирает неизвестности то были таинственные сокровенные минуты которых он никому не поверял вот обратите внимание это очень очень значимо очень значимо поэтому здесь не может быть никакой речи о том чтобы просто это перечеркнуть то есть вырежьте это из меня удалите это из меня мне это не нужно пожалуйста и так далее но тогда тебя самого не будет тогда не было бы Гоголя был бы там просто обыкновенный какой-то мальчишка я читаю дальше даже в саду когда затихало все в доме в послеобеденном сне и он один оставался среди деревьев раздавался некий зов который вдруг заставлял сильно биться сердце и уносил прочь воображение признаюсь писал Гоголь мне всегда был страшен этот таинственный зов я помню что в детстве я часто его слышал иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя день обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный ни один лист в саду на дереве не шевелился тишина была мертвая даже кузнечик в это время переставал ни души в саду но признаюсь если бы ночь самая бешеная и бурная со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса я бы не так испугался ее как этой ужасной тишины среди безоблачного дня я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада и тогда только успокаивался когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню ну вот вам как говорится пожалуйста во первых тут напрямую речь идет о зове для тех кто хоть немножко знаком с творчеством Хайдеггера вы понимаете да почему я выделяю зов зов бытия зов бытия говорит Хайдеггер тут можно сразу узнать и Хайдеггера и Пруста обращение бытия ко мне персонально и посмотрите до какой степени оно доведено у Гоголя сзади во время полнейшей тишины опять же помните там была темнота да это вот когда сидел мальчик испугался темноты и всего прочего а здесь там что-то нагнеталось у него внутри а здесь он посреди степи и ему кажется что наступила мертвая тишина ну как же так должны срегатать хотя бы кузнечики там должно что-то летать там что-то шевелиться ну хоть что-то да это же вообще-то реальность она же не может абстрактно как в стерильной комнате быть абсолютно чистой беззвуковой и так далее но наступает тишина товарищи наступает тишина вы видите что такое экзистенциальное бытие а пофиг все что там звучит и трещит наступает тишина мертвая тишина и вдруг среди этой тишины кто-то зовет Никошу называет его имя его зовут причем посмотрите не просто он так вот он и так знает что зов какой-то да он слышит внутри себя зов этот зов еще и перестает для него в очень индивидуальном таком характерном виде называют его имя его зовут его зовут его призывают ну уж куда как говорится типичнее да экзистенциальная ситуация хадеггерская ситуация прустовская ситуация у просто даже это до такой степени не доведено я вам скажу то есть просто впечатляется очень сильно несколько по-иному идет и здесь мы тоже видим вот это вот характерные особенности каждого индивидуального бытия присутствия мы здесь находим и мы ими наслаждаемся это нам нравится именно видеть насколько как бы одно и то же является совершенно не одним и тем же насколько это по-разному протекает у различных лиц просто это скорее похоже на огромную интенсивность чего-то которая завладевает просто и дальше в нем продолжается помимо даже его желания или хотения но она бы уходила в конце концов в ничто если бы пруст не подхватывал ее мыслью отточенной мыслью человека привыкшего рефлексировать и задумываться на всем если не обратил бы на нее внимания не подхватывал эту интенсивность и не продолжал дальше до какого-то разрешения вот это пруст у никоши у него несколько иная ситуация она больше действительно похожа на хайдеггерскую прустовская ситуация не столь типично хайдеггерская это вот если можно употреблять такие выражения как классика экзистенциализма хотя самый экзистенциализм это уже не классика это уже отрицание нашей классической философии вообще классической эпохи но у нас сейчас все наши отрицания происходят настолько быстро что уже можно говорить о классиках экзистенциализма и вот это классический такой экзистенциализм у Гоголя не знаю как он так умудрился как ему так повезло но посмотрите какой зов еще и с обращением еще и с названием имени то есть у Сократа там был даймонд у Жанны Беар тоже были даймоны но все-таки их по имени не называли а вот Никошу Гоголя даже по имени призывали и вот посмотрите какой безумный страх вызывает вот это непонятно что то есть огромнейшая буря там молнии ветер никогда бы не испугали Никошу настолько насколько его пугает вот эта вот тишина и призыв который он слышит и если вы обратили внимание он говорит о том что эти состояния я испытывал довольно часто довольно часто вот пожалуйста то есть какой-то период когда просто обнажена вот эта экзистенциальная суть ядро человека и он буквально имеет с ним дело какой-то период естественно оно и дальше все продолжается по его жизни но как я вам и сказала тут уже дело нашего отношения каким образом мы это продолжим либо оно заглохнет уйдет либо мы это продолжим каким-то образом вот Гоголь это продолжил в своих мистических произведениях потому что все произведения Гоголя они мистические вы понимаете что это не просто там какие-то утопленницы которые летают по воздуху дело в том что об этом и не расписали что самые реалистичные произведения Гоголя типа там какого-нибудь ревизора но уже о мертвых душах я не говорю они тоже мистичны то есть это вот если это уже экзистенциально то оно уже пронизывает все оно уже все будет пронизывать любое произведение оно будет пронизывать поэтому Гоголь это вот экзистенциализм воплоти пожалуйста тебе читаем изучаем думаем пытаемся сопоставлять со своим собственным опытом ну а теперь чтобы еще лучше увидеть Гоголя это мы его так вот изнутри разбирали эту ситуацию изнутри разбирали опять обратили внимание на ничто которое теперь тишина но в то же время среди этой тишины раздается зов снова смотрите у нас не абстрактное ничто через ничто мы просто как бы проходим мы проходим в какое-то бытие или событие через ничто мы можем ощущить ощутить ощущать это состояние я бы даже сказала мы можем даже уже предчувствовать что оно на нас надвигается это вот а предчувствовать надвигается это ведь и есть какое-то ну такое первичное недифференцированное ощущение движения все-таки да тут же мы ощущаем движение то есть мы куда-то мы сами мы же не летим на самолете не плывем на корабле не едем на автомобиле мы проваливаемся в собственное бытие движемся в собственное бытие навстречу самим себе навстречу самим себе как бы внутрь ну это нельзя сказать внутрь еще раз говорю не подлавливайте меня на каждом слове слов мало они плохо выражают то что происходит но хайдеггер уже и мы с хайдеггером заранее сказали нет никакого внутри нет никакого снаружи то что внутри оно снаружи а то что снаружи оно внутри только так понимая условно мы можем говорить что мы проваливаемся внутрь свое бытие проваливаемся с огромной скоростью это с какой-то скоростью вот так это происходит и где угодно это нас может застать обратите внимание то есть тут как бы не спрячешься ни на кухне у себя дома ни в Америке ни там в Марианской впадине если отправишься в глубь океана и там тоже на тебя может напасть это экзистенциальное состояние почему потому что это ты и есть оно с тобой это твое бытие куда же ты от него денешься от него невозможно деться никуда поэтому оно всегда может прийти и из-за этого оно тоже конечно страшно и вот этот момент который я сейчас обговорила выводит нас на еще один страх довольно таки любопытный вот на мой взгляд вот этот был любопытен страх перед плохим концом а есть еще один любопытный страх страх перед самим собой страх перед самим собой настоящим или страх перед самим собой чужим каким-то самому себе и вот этот страх лучше всего описал вот малоизвестный наш русский философ Яков Друзкин он относился к группе вот этих Хармса Веденского но не настолько известен был к сожалению мы его не читаем мы многих талантливых гениальных людей пропускаем не читаем Друзкин Друзкин работал в русле Киркегора и Гусерля как бы в такой перемешке и выработал собственный такой вот собственный метод очень интересный подход ко всем этим вопросам в частности я рекомендую вам читать его произведение в частности я сейчас вам зачитаю отрывок из его книги под названием видение невидения даже само название этой книги уже является провокационным правда то есть речь идет о том как увидеть что ты что-то не видишь как ткнуться носом в эту свою слепую зону ну знаете как зрение угол зрения да обзор вот там какой-то угол есть так а есть какие-то слепые зоны там что-то происходит но мы это видеть не можем так допустим или там еще что-то в этом духе то есть вот в понимании это тоже такие же есть углы обзора слепые пятна вот эти вот выпадения они есть и в во всей философии в целом в мировой философии кажется я уже об этом говорила что прям такие вот течет эта философия по каким-то руслам растекается из этих русел на более мелкие там ручейки куда-то сеть это превращается в тончайшие капилляры но определенные места так и остаются островами которые эти русла огибают но не затрагивают водички там нет там все время сухо вот эти слепые пятна эти острова эти пустынки они за них никто не берется о них никто не говорит и время от времени только так как бы тычет носом то одного то другого что-то косвенно проскальзывает у философов и можно сделать даже отдельную лекцию на эту тему вот о чем не говорят о чем не говорят даже философы понимаете то есть речь идет о чем не говорят люди это понятно то есть люди они вот что-то произошло они будут об этом и пятом и десятом и двадцатом и тридцать пятом говорить о пятьдесятом будут говорить но даже заранее можно хорошо сказать о чем они говорить не будут они четко не будут о чем-то говорить на них будет прямо смотреть феномен в упор но они о чем-то говорить не будут это вот такая вот слепота огибания обыденного человека оно более-менее уже взором философа как бы подмечено. Но вот проблема заключается в том, что у самого философа есть определенная слепота. И вот мы сейчас вот на этой теме как раз крутимся, вертимся. Сейчас я к месту зачитаю все это дело, но вот посмотрите, как названа работа Друзкина. Именно так она и названа. Как увидеть вот эту свою собственную слепоту? Как попасть вот на это слепое пятно? И вот как начинается эта книга. Как начинается эта книга? Я вам зачитываю. Недавно я выходил из какого-то помещения. Подходя к двери, я поднял голову, чтобы не натолкнуться на что-либо. И вдруг увидел перед собой худого старика. Чем-то знакомого, но очень чужого. Он шел прямо на меня и смотрел как бы сквозь меня. Мне стало страшно. И почти сразу же я понял. Это я. Рядом с дверью было зеркало. Мне стало еще страшнее, и отвернувшись, я быстро вышел. Почему мне стало страшно? На улице я встречаю много чужих людей, но они мне не страшны. Они не очень чужие. А тот, кого я увидел в зеркале, показался мне очень чужим. Почему? Я думаю, потому что одновременно он показался мне чем-то знакомым. Именно знакомство с ним было тем, на основе чего я и мог почувствовать свою противоположность ему, чужое. С другими людьми, которых я встречаю на улице, у меня нет непосредственной связи общего. Поэтому я не чувствую свою противоположность им. Их отчужденность мне, противоположение здесь неопределенное. Но с тем, кого я увидел в зеркале, у меня было общее, родовое отличие, знакомое. И на основе его сильнее выступило видовое различие. Отчужденность. Это уже определенное противоположение. Поэтому он, то есть тот, кого я увидел в зеркале, показался мне очень чужим. Почему мне стало страшно? Потому что знакомое и близкое оказалось совсем чужим. Знакомое и близкое чужое, причем совсем чужое. Страшно. И еще. Страшно было от того, что он смотрел прямо на меня и как бы не видя меня. Сквозь меня. Почти сразу же я понял, что это я, что это мое отображение в зеркале. И мне стало еще страшнее. Почему? Потому ли, что я увидел, как я стар. Но это меня абсолютно не волнует и не трогает. Потому ли, что я увидел свой грех, свою греховность. Но свою греховность я вижу каждый день, и не в зеркальном отображении, а прямо внутри себя. Может, сама зеркальность отображения испугала меня? Может, я увидел анти-себя неожиданно, неподготовленно увидел свое анти-я, не знаю. Мне кажется, во внешнем отображении я увидел свое внутреннее духовное антия. Мне стало страшно, потому что я понял, что знакомое близкое чужое, уже совсем чужое, не тот старик, которого я увидел в зеркале, а я сам. Я сам себе чужой. «Положивший руку на плух и оглядывающийся назад неблагонадежен для Царствия Небесного». Это цитата была. «Положивший уныний, в легкомыслии, в мечтательности, в бесовском парении мысли, оглядываясь назад на ничто. Ничто не то, что было, оно во мне. Ничто какая-то моя оболочка, когда-то живая, а сейчас мертвая, какая-то моя шелуха. Ничто само оглядывание назад. Уже некуда оглядываться, а я все оглядываюсь назад, оглядываюсь на само оглядывание, потому что больше не на что оглядываться. Вот что я увидел, взглянул на старика, идущего на меня, смотревшего сквозь меня. Этот близкий и совсем чужой мне, я сам. Я сам. Самый близкий мне, самый чужой себе. Ну, вот эти вот, как и всегда, эти строки, там, они относятся сразу ко многим сложным темам. Я не помню, приводила я вам их раньше или нет, но в данном случае сейчас я их привела, как вот еще одна ситуация страха. Еще одну ситуацию страха. И при этом страх испытывает уже философ. То есть человек, способный додумать, что с ним происходит до конца. И мы вот ознакомились только что, что означает вот это додумывание до конца. Посмотрите, насколько человек сразу же задался вопросом. Он только описал ситуацию четко. Он сразу же спросил, почему мне стало страшно. Вот я вам зачитывала дневниковые записи Шварца. Это художник, человек-художник. Он детально описывает, что с ним происходит, что с ним происходило потом, как смеялись над его страхами. Он может еще что-то описать. Но у него нет вопроса, почему же я боюсь. Я вам зачитывала Гоголя. Это тоже настолько яркие картины. Просто красочные и сочные. Эти маятники, эти голоса, этот зов, тишина, темнота. Но вы опять же не встретите вопроса самого Гоголя. Почему мне страшно? То есть не знание есть, а как бы потенции постановки вопроса и потенции к разрешению самого этого вопроса не существует. Это вот очень странный факт. Мне кажется, здесь мы ловим какую-то тончайшую грань, которая отделяет вообще искусство от философии. Вот здесь в данном случае. То есть вот где-то, где-то вот она, эта граница человека, который испытывает такие ситуации. И дальше освобождается от них определенным реалистичным образом, вот как Гоголь, определенным литературным образом. Литературным образом-то это ведь тоже, в принципе, это создание каких-то сложных образов и проживание их, и через них жизнь самого автора. То есть, опять же, разыгрывание определенных спектаклей. То есть ситуация продолжается через другую ситуацию. Ситуация порождает новую ситуацию, более расширенную, с большей возможностью что-то понимать и видеть. С отделенными какими-то типажами. Это такой способ, как называется, баш на баш. То есть бытие на бытие. Одно бытие понимает другое бытие, как бы. Вот такое понимание. И вот, с другой стороны, мы видим способ философский. Посмотрите. Мгновение. Какое-то мгновение. В это же мгновение человек почувствовал страх. Вот буквально он подсек, подловил это мгновение, а потом понял, что это он, и стало еще страшнее. Но что после этого происходит? Он не описывает того, что он впал как-то в это состояние. И пытается как-то вот жизненно, реально его проживать или длить. А дальше идет вопрос. Почему мне стало страшно? А после вопроса идет ответ. И вы посмотрите, это ведь определенная потенция. Не каждый человек задаст себе такой вопрос. Не каждый гениальный человек задаст себе вопрос. Я бы даже так сказала, что большей части массы гениев никогда не задаст себе этот вопрос. Они могут на него отвечать только каким-то образом, косвенно. Как-то. То есть, размышляя о чем-то другом, описывая что-то другое. Вот так косвенно, например, много давал ответов Кавка. Так косвенно много давал ответов Пессо. Вот Пруста я сюда не поставлю. Вот Пруст, он тоже дошел до какой-то точки определенной. А дальше он идет к философии. Он перешагивает, он перешагивает этот барьер. Он задает вопрос. Он пытается отнестись и понять. То есть, охватить в целом эту ситуацию. То есть, Пруст, вот он больше туда, к мыслителям. А даже Песо, даже Кавка, они мыслят самим бытием. С самим бытием мыслят. И вот, смотрите, почему мне стало страшно, это один вопрос. И он дает на него даже ответ. Мы получаем ответ философу. Почему мне стало страшно? Потому что я увидел чужое. Но не простое чужое. Любое чужое, безразличное мне чужое. Или там такое чужое, которое там, как говорится, понятное. А это такое чужое, которое предельно близкое и родное, и в то же время чужое. Ладно, ответил на этот вопрос хорошо. Это про момент мгновения. Но он же не удовлетворяется этим. Посмотрите, его мускульная сила, его потенция философская. Она ведет его дальше, дальше, дальше. Снова идет вопрос через некоторое время, почему мне стало страшно, но это уже вывод. А теперь смотрите, после этого, как он разобрался, он говорит, почти сразу же я понял, что это я. Что это мое отображение. Мне стало еще страшнее. Почему? И снова второй вопрос. Он спрашивает не только по поводу страха, а почему, когда пришло понимание, стало еще страшнее. Это уже тонкости, это уже нюансы. Вот что такое философский ум. Он все берет и подвергает этому отношению. Отношение всего целого к отдельному моменту. И он отвечает и на этот вопрос. И ответ на этот вопрос звучит уже гораздо интереснее, чем первый вопрос. Потому что это ведь дальнейшее развитие экзистенциальной ситуации. Можно было сказать, ой, испугался, потому что сразу не признал себя. Да, ой, кто это, да, кто это. Я испугался, просто у меня такой маленький шок. Помните, там Шурик проснулся, да, у него рука висит над глазами. Аааа, кто это? А, да это же я, это моя рука. Ну, вот, списать все на испуг и так далее. Но он не списал на испуг. Ну, можно сказать, что там мы себя не узнали. Мы показались себе чужими. Мы взглянули на себя внешним образом. Я там записал свой голос на магнитофонную пленку, а потом он мне показался чужим. Это всегда такой, это, кстати, очень интересный феномен. Достойный глубокого рассмотрения. Но мы, к сожалению, не занимаемся простым и важным. Не занимаемся. Мы занимаемся диссертациями на тему каких-нибудь сложных предметов. И вот, нет, не потому что не узнал. А когда узнал, что это я, стало еще страшней. Значит, не потому что не узнал, еще страшней стало. И он отвечает на этот вопрос так, что еще страшней потому, что я сам себе чужд, внутри самого себя я себе уже чужд давно. Я как бы омертвевший. И в этот момент, когда я понимаю, что это я, происходит вот какое-то улавливание вот этого факта, бытийное улавливание. Не просто там холодное знание о том, что мне плохо или еще что-то, а вот бытийное переживание происходит. Это страх усугубляется еще больше. Потому что я отдален от самого себя, внутри себя. И я увидел это и как... Я увидел это снаружи, а внутри и снаружи одно и то же. Значит, это можно увидеть и снаружи, такую отдаленность. Вот философ как бы с этой ситуацией разобрался от и до. От и до, посмотрите. То есть вот тут для того, чтобы как бы завершенность присутствует. Видите, вот он завершил полностью это состояние. Если там не коша бросается просто к другим людям, вот топит кошку или бросается к другим людям. То есть извне, помощь должна прийти как-то извне. Кто-то должен прийти мне на помощь. Через кого я смогу как бы выйти из этой ситуации, освободиться от нее. То здесь собственная сила и усилие приводит как бы к завершенности этой ситуации. Итак, взгляд, мой собственный взгляд, смотрящий сквозь меня. Вот это и есть я, чужой сам, самому себе. И потому как Друзкин описывает вот это вот свое, свою жизнь. Три года, я всегда оглядывался, да, и вот три года уже оглядываться некуда. Какой-то пепел остался, прошлое осталось. За спиной там уже ничего нет, нет какой-то реальности. А я продолжаю оглядываться и оглядываться, и вот эта вот пустыня, вот эта пустыня и создала это ничто. Создала фон этого ничто. Потому что вот, смотрите, повсюду каким-то образом мы приходим к этому фону ничто. Обычного, обыкновенного человека в его обычной обыкновенной жизни ты попробуй еще приведи к этому ничто. Он же сопротивляется, да? Вот как рыба, вы ее вынимаете из воды, допустим, голыми руками, она же просто у вас ускользнет. Она будет и прыгать, и вертеться, и крутиться, и бить хвостиком, и дергаться, и она ускользнет от вас по-любому. Ну, если, конечно, вы ее сразу же не насадите на острый хищничный коготь, можно так человека пробить, да, насквозь его защиту и насадить. Ну, это называется зверский метод. А если мы не применяем такого зверского метода, то любое существо, человекообразное, вот этот досман, он всегда вывернется, он всегда уйдет, он так приспособлен жить. И вот прийти, привести себя к этой ситуации состояния ничто, это еще надо умудриться. Ну, как я говорила, уже опыт 20 века, конечно, массово просто загнал, понимаете, он загнал в эти концлагеря, в эти войны обыкновенного человека и заставил его пережить все это, конечно. Но это был вот этот хищничный коготь. Это коготь, ребята, когда рыбу просто ловят сетью. Идет рыболовецкое судно, и тебя просто вот это сетью залавливает. Тут уже никуда не денешься, сеть не порвешь. Или коготь. Ну, а так мы, конечно, изворачиваемся с этих ситуаций ничто. Ну, вот человек, который не смог отвертеться, открутиться, отписаться, как это называется в нашем мире, и попался. Вот через эту опустошенность, собственно, духа, через это отчуждение от самого себя в какой-то ситуации, вот он в мгновение попадает в это состояние, его переживает и его осмысливает. И, как видите, это состояние у философа также четко предпосланы все его книги. Вот опять отличие от художника. У художника вы его встретите где-то там. Вы его где-то там, в конце произведения или в середине произведения, или там как-то косвенно вы все это прочитаете. А у философа вот так. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вынесли вначале к дистанциальному ситуацию, а теперь дальше будем писать философский труд. Ну, вот. Пожалуйста, вам демонстрация. Так что метафизические наклонности. Я подчеркиваю еще раз. Речь не идет сейчас ни о способностях, ни о возможностях даже. Я говорю прямо о наклонностях. Что такое наклонности? Наклонности это то, к чему естественно, естественным образом, несознательным, неконтролируемым, а естественным образом ваше бытие как-то становилось, никто его не отслеживал. Оно естественным образом склонно. Так вот, гений, он... Как это вот передать и сказать? Не мыслить он не может. На определенном уровне бытие не мыслить не может. Понимаете? То есть не бывает тупых гениев. Вот это точно. Не бывает тупых гениев. Вот как Моцарт когда-то говорил с Альери, ведь гений и злодейство – это вещи несовместные. Они действительно несовместные. Это точно. Хотя я встречала недавно в интернете, к сожалению, такое утверждение, что, мол, ну, как известно, тут уже Моцарт ошибался, и Пушкин ошибался. Гений и злодейство, как уже доказано, совместные вещи. Я не знаю, кем это доказано. Это несовместные вещи, действительно. И гений и тупость – несовместные вещи. Я чувствую, что наше время скоро докажет, что и гений, и тупость – тоже совместные вещи вполне. Так как наша современность мыслит, она вам докажет. Она вам докажет, что какой-нибудь гений был вот профаном или наивным. Это уже есть. Все это есть. Поскольку гении действительно наивны. Они действительно наивны. они действительно просты в чем-то поэтому их можно назвать и тупыми в конце концов, их назовут и тупыми их назовут и злодеями то есть злодеями они там обижали своих родственников не заботились о них, понимаете там как Светаева, просто у него погиб ребенок, вот как встречаешь сейчас все вот эти вот ярлыки все эти банальные вот такие вот вещи вся эта грязь вот все оно у нас вокруг нас от этого всего попробую еще от них не отделись, но если мы беремся мыслить то вот эти вот все грузы мы вот с ними не потянем мыслить, если мы вот от этого не очистились, не освободились вот от такого вот предубеждения от такого предрассудка то мы дальше мыслить не потянем так вот я вернусь к тому, что гений конечно же не может быть тупым он умен да но тут речь идет о самой самом течении этого ума ведь ум может быть и художественным ум может быть и бытийным и ум может быть как бы метафизическим и здесь некоторые разные способы наклонности так вот далеко не у всех довольно таки редко встречается эта метафизическая наклонность а у крупного художника тем паче поэтому вот просто он был конечно такой экзотической птичкой потому что у него вот и художественная составляющая была ого-го какая там аховая и метафизическая наклонность имелась опять же ж наклонность еще раз я говорю что он был раз и философом он читал там изучал труды каких-то философов нет вот у него у Пруста была такая наклонность и он ее он позволял себе ей осуществляться давал ей ход этой наклонности и поэтому он переживал определенный опыт и в конце концов приходил к определенным мыслям по поводу этого опыта и вот наклонность это метафизическая ребята ну вот мы можем конечно говорить что всем присуща там философия любой человек метафизик по своей природе ну это яска в общем абстрактном смысле с этим мы должны согласиться а в конкретном смысле конечно это будет закопанный метафизик то есть там будет нигу-гу даже наклонности не будет а если наклонности у человека нет то вы еще попробуйте его разверните оттуда из его закопанности из его подземелья достаньте его и вопрос заключается в том а кому это извините вообще нужно поэтому вот когдаые вот вот когда есть такая наклонность Но пока то, что мы могли сказать не о страхе, а об ужасе, мы в конечном счете уже говорили об ужасе, потому что ужас и ничто. Ужас и ничто. Это всегда через ничто что-то. Жуть – это движение к ужасу, пробирание, потеря определенности. Ну и страх – это всегда все-таки страх чего-то. И, скорее всего, наверное, мы уже на следующей лекции начнем, конечно, с понимания. По поводу страха, надеюсь, что я несколько расширила ваши горизонты просто самими примерами и самими подходами. Я попыталась изнутри посмотреть на эти ситуации. И я считаю, что именно так мы вообще и должны, если мы философы и имеем эту наклонность, исследовать вот эти ситуации. Никоим образом не внешне, не сравнивая их, не просто сравнивая их с обыкновенной ситуацией, а вот там, внутри. То есть, если мы хотим разобраться, например, со страхом даже Николая Васильевича Гоголя, ну, допустим, на его примере, мы хотим разобраться вообще за страхом, а может, мы хотим разобраться именно с тем, что вот с Николаем Васильевичем Гоголем происходило. То это, конечно же, вот эти два момента детских вообще описания его состояния характерны. Но дальше это все произведения Гоголя, все. И каким образом они разворачиваются, и как это у него все происходит там. Потому что вот этот весь экзистенциальный страх, он плещется там, он там разворачивается, вот этот весь ужас. Значит, войти в этот феномен и уже двигаться по нему. Ну, вот, собственно говоря, не знаю, наверное, конечно, маловато. Мы с вами поговорили о страхах, можно было бы и дальше продолжать, но, к сожалению, нас ждет не менее интересная тема о понимании. Продолжение следует...